Двух недельный карантин. Сейчас проходит и руководитель благотворительной организации UAFA, кавалер ордена Британской империи Гвен Берчелл. В столицу Азербайджана она прибыла из Лондона на прошлой неделе. Берчелл подчёркивает, правительство страны должно гордиться как медицинскими, так и работниками других сфер, которые проделали потрясающую работу. Когда я села на самолёт азербайджанских авиалиний, меня поразила подготовка экипажа. Они все были в защитных костюмах. Я не видела подобного нигде. Было сделано всё и для безопасности пассажиров. Оказавшись в деревне атлетов, мы немного взволновались. Никто не знал, что же нас ожидает. Условия оказались великолепными. Посмотрите, какой у меня замечательный номер. Я рада, что здесь достаточно просторно и можно свободно заниматься спортом. К тому же персонал очень дружелюбный. Они регулярно измеряют нам температуру и приносят еду в индивидуальных пакетах, следуя всем правилам медико-санитарного обслуживания. Медики оценивают не только здоровье, но и настроение человека. Разглядеть улыбку врача в защитном костюме и маске трудно, но её всегда можно ощутить, говорит Берчел. Браво прекрасным людям, которые заботятся обо мне и тысячах других на карантине. Они работают, не покладая рук днём и ночью. Всё ради общей безопасности, для защиты всех жителей страны. Да, проделана фантастическая работа. Признаюсь, я горда быть здесь, в Азербайджане, быть частью этого общества. Давайте надеяться, что в скором времени всё наладится, и мы вернёмся к привычному образу жизни. Каждый вечер Гвен Берчел, как и многие другие, подключается к флэш-мобу в поддержку врачей. Звучат бурные аплодисменты и крики «Браво!». Алагёс Гаджиева, Шамистан Мамедов, CBC.